добрый вечер дорогие отцы матушки и братья и сестры мы с вами уже оказались на четвертой степени изучение лестницы особенная глава о блаженном и преснопамятном послушании она самая объемная из всех глав много примеров здесь преподобный иван приводит чему он был свидетелем все это потихонечку разберем но и сам вопрос он очень интересный потому что с одной стороны мы должны все быть в послушании и этим подражать христу который был послушным даже до смерти с другой стороны возможное злоупотребление этим великим явлением великим даром мы как пастыре не только должны находиться послушание но и сами руководить людьми чтобы нам люди оказывали послушание и конечно везде должна быть своя мера с вами знаем что наши епархии есть проблема раскольничества и так можно сказать что за этим раскольником наверно по послушанию люди ушли вот почему это было неверно их послушание и сейчас прибывают там сотни или две человек с ним с этим раскольником и также в среднеуральском монастыре раскол произошел ну приспешники думаю что они приводят до сих пор послушание и вот где та граница где нужно слушаться а где нужно уже прекратить такое слепое неверное неправильное послушание чтобы не погубить свою душу и также нам как пастырем где мы можем давать послушание а где нужно все таки знать свою меру и понимать что мы не святые люди и такие особые послушание о котором еще будем говорить и которые в древности были то мы конечно не можем такие давать нужно свою меру тоже знать с душами обходиться очень и очень аккуратно и так говорит иоанн лисичник по порядку слова прилично нам предложить теперь о подвижниках и страдать со христовых ибо как всякий плод предваряется цветом так всякому послушанию предшествует уклонение от мира телом или воли двумя семи добродетелями преподобное послушание как золотыми крылами безленностно восходит на небо то есть он говорит что предыдущие степени мы рассмотрели они необходимы для того чтобы прийти к послушанию то сначала уклонение от мира дальше вот пристрастие к миру и принятие образа мыслей странника то есть чтобы ничего мирское не касалось нас и потом нужно свою волю придавать волю наставника о сих крилах то есть первых двух степенях некоторый духоносец воспел кто даст мне криле яка голубини и полищу деянием и по чью видение и смирение не применим если угодно изъяснить в этом слове и самый образ воистования всех мужественных ратников то есть послушников как они держат щит веры к богу и к своему наставнику то есть необходимо вера в бога вера в наставник своему наставнику отращая им так сказать всякий помысл неверия и прихождение другое место то есть уже здесь иоанн лисич говорит о том что нужно доверять наставнику и не переходить от него в другое место и всегда вознося меч духовный убивает им всякую собственную волю приближающийся к ним и будучи одеты в железную броню кротости и терпения отражает ею всякое оскорбление уязвление и всякие стрелы имеют они и шлем спасения это молитвенный покров своего наставника ногами же своими не стоят совокупленно но одну простирает на служение а другую имеют неподвижно на молитве здесь очень много мыслей очень емкий такой пункт и так значит послушник мужественный ратник должен держать щит веры к богу и к своему наставнику дальше мы будем разбирать как же обрести веру к наставнику и как не попасть вместо кормчего на простого гребца так теперь вознося меч духовно убивать им всякую собственную волю приближающийся к ним то есть послушничество это отречение от своей воли необходимо броня кротости и терпения то есть не говорим мы о том что это послушание воды послушания он такой без легкий совсем не там тоже необходимо терпение отражает ею все оскорбление уязвление то есть придется претерпеть оскорбление уязвление и всякие стрелы а шлем спасения это молитвенный покров наставника потому что сами всегда молятся за свои духовные чат ногами же своими стоят одной ногой на служение а другая на молитве потому что есть такое выражение вы слышали что послушание превыше поста и молитвы некоторые говорят это к тому чтобы человека вместо молитвы послать работать но в общем то в монастырях нормальные духовники говорят о том что само служение оно не препятствует молитве действительно где-то бывают такие послушания что человек не может пойти в храм на службу допустим повар во время богослужения уже он должен готовить для брать или случилось на сенокос выехать и тоже служба идет вечером а человек на сенокосе но в то же время внутренне молиться он не только может но и должен заменять богослужение внутренней молитвой послушание есть совершенное отречение от своей души действиями телесами показуемые почему так вот что значит отречение от своей души тут имеется в виду отречение от своей воли дело в том что в раю собственно случилась какая трагедия человек раз согласовал свою волю собственную тварную волю раз согласовал с волей божьей он поступил не по воле бога и поэтому наша воля она заключает себе все страсти и когда мы отрекаемся от своей падшей воли то мы тем самым подсекаем корень всех страстей и вот здесь и говорится что послушание совершенное отречение от своей души помните как господь еще говорит если то не не возненавидит даже и души своей не может быть мой ученик то есть тут имеется ввиду возненавидеть правильно душу ее всякие стремления нехорошие нужно возненавидеть послушание есть умершление членов телесных при живом уме что здесь имеется ввиду конечно ну как правило в монастырь приходит еще в молодом возрасте в юном и телесные страсти приступают к человеку вот а когда человек слушается своего наставника и пребывает в его послушании под его молитвенным покровом вот трудится все исполняет по его совету живет духовно по тем самым он еще живя и в молодом возрасте находясь он побеждает телесные страсти послушание есть действие без испытания добровольная смерть жизнь чуждое любопытство то есть как говорил старец сам россии оптинским где просто там ангелов со сто а где мудрено там не одного и послушник когда получает послушание конечно ему можно уточнить узнать как его получше сделать или у самого наставника или у людей опытных но любопытствовать в каком плане не хорошо а зачем это нужно делать а почему я не кто-то другой а может быть это сегодня не надо может быть завтра надо вот такого конечно быть не должно жизнь чуждое любопытство ну то есть послушник он не любопытен так чтобы разбрасываться своим умом наоборот умом он сконцентрирован на исполнении послушания и на одновременном творении молитвы без печали в бедах не уготовляемые пред богом оправдание без печали в бедах то есть что случится с послушником он все доверяет себя полностью действием божьего промысла действием наставника и действительно вот кто послушание проходил монастырях особенно знаете такое ощущение ощущаешь себя как вот ребенок пяти шестилетний которого бывают действия какие-то проблемы но он знает что он под покровом родителей и в общем то беззаботное такое детство вот так и взрослые люди которые отдают себя в послушание монастырях имеет такое же без печали такую же радость не уготовляемая пред богом оправдание потому что послушник особо не заботится о том что же он будет отвечать пред богом поскольку всегда исполняет волю божию которая доносится нему через распоряжение наставника и так бесстрашие смерти то есть он и смерти не боится безбедное плавание путешествие спящих ну бывает так знаете когда человек действительно в машине допустим уснул кто бодрствует он там смотрит какие-то опасности бывает и как-то переживает насчет обстановки различные там бывает водитель неуверенно поехал или кто-то из участников дорожного движения нарушает и человек который бодрствует в переживаниях а где-то на заднем сиденье спит человек и совершает тоже путешествие только во сне и без всяких переживаний он знает что его везут в нужное направление им это достаточно также и послушник он не тревожится какими-то перипетиями вот он знает свое послушание исполняет и уповает на волю божию послушание есть гроб собственной воли и воскресенье смирение слово смирение оно такое чудное мы о нем еще будем тут говорить вот определяет его отцы дает очень много определений но в общем то что это такое это согласование своей воли с волей божьей то есть мир с богом примирение с богом воли своей воли с волей божьей примирение вот поэтому послушание есть гроб собственной воли той которая нас и разлучает от бога вот это самоволя самочиние когда человек водится своими страстями а когда человек слушается он побеждает эти самые страсти и воскрешает в нем примирение с богом то есть смирение очень состояние правильное ну как мы и созданы это наше нормальное должно быть состояние примирение с богом послушный как мертвый не противоречит и не рассуждает ни в добром ни во мнимо худом почему что такое мнимо худое иногда послушнику может казаться что наставник дает какое-то ненормальное послушание не своевременное быть может вот но и здесь говорится видите не противоречит и не рассуждает не в добром ни во мнимо худом но тут опять вопрос возникает А если действительно худое, какое-то послушание дали неправильное, ну что-то где-то нечестно взять или кому-то неправду сказать, исполнять или не исполнять, об этом дальше еще будем разговаривать, как же избежать такого человекоугодничества. Ибо за все должен отвечать тот, кто благочестиво умертвил душу его. Каким должен быть пастырь изучать? И там говорится, что наставник, пастырь, отвечает за своего послушника или человека, которого окормляет, только в те границы, где послушники его слушают. А то некоторые обвиняют пастыря, говорят, а вот у вас такое там случилось с вашим человеком, то случилось. Но наставник может сказать, что я ему это не благословлял, но он так решил поступить, поэтому такое и произошло в силу непослушания. Дальше. Послушание есть. Отложение рассуждения при богатстве рассуждения. То есть человек, который слушается, он может быть действительно очень грамотным. И не только грамотным, а ему действительно открывается уже смысл священного писания, тайны, бывают откровения. Но он, находясь в послушании, как бы, не сказать, стесняется таких откровений или такого разума. А он, как же сказать, отлагает свое рассуждение и больше надеется на наставника. Вот, скажем, преподаватель Иоанн Афонский говорит, что воля Божия бывает открывается через откровения. И можно действительно молиться, подвижники молятся, чтобы получить откровение от Бога. Но, он говорит, более смиренно пойти и спросить у своего духовника. То есть, вот помните, мы еще про Досифея изучали, ученика Ава Дорофея. И там сказано так, что по его чистоте ему уже начало открываться священное писание. Господь дал дар разумения священного писания. И у него жажда была такая узнать, уточнить, правильно ли он думает. Ну, Ава Дорофея тогда его смирил. Помним, он говорит, иди спроси у Игумена, как это, правильно ты понимаешь или нет. А другого ученика послал к Игумену. Говорит, придет Досифей, пусть он побьет его немножко, разумит. И Досифей пошел, спросил у Игумена. Игумен поругал его, говорит, занимайся своими грехами, что ты еще пытаешься рассуждать по поводу священного писания, не твои меры. И дал даже пару пощечин ему. И когда Досифей вернулся, лицо еще красное было пощечинным. Ну, и вот Дорофей спрашивает, ну что, ты получил разъяснение? Он говорит, да, получил и доволен тем, что получил. Вот, то есть послушник, вот такой даже уже разумный, ему открывается, но он продолжает слушаться и больше доверяет наставнику своему, чем своему мышлению. Даже если это и есть откровение. И мы знаем, что у подвижников тоже есть правило. Если было откровение, даже ангел явился, то он всегда об этом спрашивает духовника своего, открывает, говорит, вот так, так было. Что мне делать, от Бога это или нет, как вот скажешь. То есть уже есть ум, но он смиряется все равно. И это правильно. Начало умершления и душевной воли и членов тела бывает прискорбным. То есть начало подвига бывает прискорбным. Середина иногда бывает с прискорбием, иногда же без прискорбия. А конец уже без всякого ощущения и возбуждения скорби. Тогда в скорби и болезни сердечной бывает сей блаженный и живой мертвец, когда увидит, что исполняет свою волю, ибо сражит его бремя собственного посуждения. То есть говорится о том, что когда послушник приступает к послушанию и ему дает наставление, послушание, то тяжеловато ему сначала нести, смиряет свою волю и постепенно научается послушанию. И на середине уже по-разному бывает. Немножко бывает скорбь, бывает и радость от послушания. А потом уже в конце подвига без всякого ощущения и возбуждения скорби. Но все-таки бывает у послушника скорби. Но бывает. И здесь говорится, что это такое. Если послушник увидел, что он исполнил свою волю, вот здесь его сердце исполняется скорбью. И страшит его время собственного осуждения. То есть он понимает, что он прислушался. И это является большим грехом. И он за это ответит пред Богом. «О вы, которые решили вступить на поприще сего мысленного исповедничества, вы, которые хотите взять на вы ее свою Иго Христова, вы, которые отсели, желаете сложить бремя свое на вы ее другого, то есть наставник, которые стремитесь добровольно продать себя в рабство, чтобы в замену онога получить истинную свободу. Вы, которые приплываете в великую сию пучину, будучи поддерживаем руками других, знайте, что вы покусились идти путем кратким, хотя и жестоким, на котором одна только есть изя, вводящая в заблуждение, она называется самочинью». Такое интересное обращение Авы Иоанна Лесвичника к послушникам, как он их называет. «Вы решили вступить на поприще мысленного исповедничества». То есть это действительно иногда называют даже мучениками, бескронными мучениками, потому что, знаете, в выражении есть «своя воля, царя о воле». То есть вот бывает даже и правительство, ну как вот, знаете, Аввакум был такой, раскольник, ему и правительство грозило ему, он говорит, нет, вот так и все. И ничего не могло переубедить. А вот как раз вот эту волю свою, которая может быть больше царя, вот ее смирить, которые желают сложить, послушка называет такими людьми, которые желают бремя свое сложить на вы ее другого, наставник. То есть, вы знаете, послушник так себя и ощущает, что наставник несет его немощи. И поэтому он как освобождается от браний таких больших. Помните, когда Ава Сирид сказал, что тебе старцы благословили Дорофею, чтобы ты взял этого юношу и окормлял его. А Дорофей говорит, я не могу, я сам еще немощный, как же мне окормлять этого послушника. А тогда Сирид ему интересно говорит, я ношу и тебя, и его. То есть, ты находишься в послушании, все немощи твои на мне. Поэтому, как тебе сказали, бери и занимайся этим человеком, Досифеем. Так вот, и кроме того, послушание называется путем кратким, хотя и жестоким. Ну, жестокость в чем заключается? Что все время подчинять свою волю, воле наставника. Бывает это нелегко. Заблуждение, то есть грех, у послушника какой может быть? Только один грех – самочиние. Кто совершенно отвергся в самочиние и в том, что почитает добрым, духовным, богоугодным, тот уже достиг цели, прежде, нежели вступил в подвиг. То есть, конечно, каждый человек понимает, что такое грех. И понятно, когда греховные желания возникают, и он понимает, что нужно их сторониться, нельзя их исполнять. Ну, можно, нужно открыть о них наставнику. Но здесь говорится еще, если даже у тебя возникает доброе желание, допустим, пожелал послушник выучить наизусть первые три главы Евангелия. Хорошее желание? Ну, хорошее. Но он должен понимать, что это будет самочинием. И он не должен за это уже браться. А если уже благословят ему, он может открыть об этом помысл, что есть желание такое. А дальше как благословят. И вот здесь хвалится особый подвиг того человека, послушника, который даже вот эти добрые желания, но реализованные самостоятельно, без совета со старцем, они тоже являются уже падением. Поэтому и к вам всегда обращаемся, если есть какие-то особые желания. Ну, всегда можно позвонить, спросить, взять благословение, тогда это уже будет доброе дело. А если просто захотелось и самочинно что-то сделали, то это уже, может быть, не совсем неправильное дело, не совсем доброе дело. Почему? Потому что послушание есть неверование себе самому во всем добром, даже до конца жизни своей. Ну, вы знаете, что вот из «Жития святых» мы читаем с вами и видим, когда у истинных послушников возникало желание, ну, скажем, они достигли определенного уже состояния, определенного уровня духовной жизни, находясь в общежитии. И возникало желание выйти на отшельничество. Но они открывали этот помысел духовнику, старцу или игумену, и уже как благословят. И по-разному было. Некоторым благословляли, некоторым говорят, нет, тебе рано еще. Хотя дело хорошее, отшельничество, но надо обязательно только лишь по благословению. Когда мы в намерении и разуме, смиренно и мудрее, желаем покорить себя ради Господа и без сомнения вверить в спасение наше иному, то еще, вот здесь очень важный пункт, вот я про что говорил, кому можно доверять, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, что должны мы сделать? Должны рассматривать и испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, то есть наставника будущего. Сначала еще не находясь у него в послушании, все-таки как-то испытать, посмотреть, он раб Божий, он знает волю Божию, искусный человек или нет. Для чего? Чтобы не попасть нам вместо кормчика на простого грибца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, вместо пристани, чтобы не попасть в пучину и таким образом не найти готовой погибели. Но второй этап уже, а когда уже вступили на поприще, но по вступлению на поприще благочестия и повиновения уже отнюдь не должны мы испытывать или судить в чем-нибудь доброго нашего наставника и судью, хотя, может быть, в нем, как в человеке, и увидим некоторые малые согрешения. Если же не так, то, сделавшись сами судьями, не получим никакой пользы от повиновения. Вот, как я говорю, это важный очень пункт. И, допустим, вот на примере нашей иейской ситуации, если бы люди, которые обращались за советами к этому раскольнику, раньше еще даже, когда он был еще священником, вот, и, ну, надо иметь проницательность написанное и рассуждение. если бы люди читали святых отцов и священное писание, то они бы сразу уже тогда увидели, что это не тот человек, которому можно доверить свою душу. И тогда не было бы столько последователей. А то даже он на своей проповеди говорит, если нас владыка Исидор не возьмет под свой амофор, мы уйдем в свободное плавание. А все закричали, Серафим, мы с тобой. И ушли. И отдали себя на погибель. Дай Бог, чтобы обратились и он, и они. Но вот это пример неправильного послушания. А все почему? Нет, потому что никакого опыта, нет никакой рассудительности. Вот, а мы с вами и наши прикажа надо так воспитывать, чтобы читали вот такие книги, которые сейчас мы читаем лесвицем. И тогда из Жития Святых, и тогда у нас с вами такое чутьёк духовное появится, и мы будем понимать, можно этого человека слушать и до какой меры можно слушать. Если у кого-то есть вопросы, потом можно оставить время, пока можно записывать у себя, что-то, может быть, озвучить, нужно ещё ответить. Дальше. желающим соблюдать всегда несомненную веру к наставникам необходимо, нужно, незабвенно и неизгладимо хранить сердце своём их добродетели. С тем, чтобы воспоминанием об уонах заградить уста бесам, когда они станут в нас сеевать к ним неверие, ибо сколько вера цветёт в сердце, столько и тел успевают в служении. А кто приткнулся о камень неверия, тот уже пал, ибо всячески, ежене от веры грех имать, а грех есть. Когда помощь отклоняет тебя испытать или судить твоего наставника, как отблудать скачи от него. Не давай ему, змею, никакого послабления, ни места, ни входа, ни приступа, но говори ему, о, прелестник, не я над наставником, а он надо мной получил суд, не я его, а он судья. Сейчас я поясню. Значит, говорится здесь так, что нам нужно видеть добродетель наставника, и не только видеть, а, как бы сказать, отложить их в памяти, потому что здесь говорится, обязательно будет попытка бесов вселить неверие к нашему духовному наставнику, для того, чтобы отбить от наставника. Вы знаете, как вот увидели, наверное, такие кадры есть, когда касатки хотят заполучить детеныша кита, ну, кит бывает переплывает, мама кит, и рядом детеныш плывет, и мама его оберегает, вот, и касаткам самое главное отбить его от матери, и они всячески, ну, они интеллектуалы такие умные, всячески пытаются, раз, если отбили, то все, закусают и умертвят, а пока он где-то около мамы, то не получается им заполучить его и погубить. Так и бесы, самое важное для себя считают вселить неверие в наставника, поэтому нам надо к этому приготовиться, нам надо запоминать все добродетели, все его хорошие поступки, дела, для того, чтобы в то время, когда на нас будут наводить такие помыслы лютые, чтобы мы должны вспоминать эти добродетели и к помыслам от бесов относиться очень строго, как здесь сказано, надо отскочить от этих помыслов, как от помыслов блуда, вот, и противоречить им. Отцы псалмопения называют оружием молитву стеною, непорочные слезы умывальницы, а блаженное послушание называли исповедничеством, без которого никто из страстных не узрит Господа. Вот, ну, еще раз напомним, что мы должны быть послушны наставникам своим, как Господь наш был послушен Отцу Небесному, а был послушен даже до смерти и смерти крестами. Вот здесь называется послушание исповедничества, без которого никто не узрит Господа. Очень, видите, серьезно, нам же нужно в той жизни хотя бы узреть Господа, а вот без послушания это сделать невозможно. послушник сам на себя произносит суд, потому что если он совершенно повинуется ради Господа, то хотя он и не думает, что совершенно послушен, но от обличения совести освобождается. Вот, конечно, длинный текст, и на слуху, может, плохо воспринимается, здесь говорится о том, что послушник, который очень хорошо повинуется, но даже, знаете, ну, так как они смиренные люди, он всегда находит в себе такие недочеты в послушании, думает, я тут не совсем правильно послушаюсь, и тут истинный послушник, он даже считает, что он еще недостаточно хорошо слушается, недостаточно усердно исполняет послушание, но, тем не менее, он освобождается от обличения совести, то есть, от угрызения совести, потому что, как может он слушаться, насколько возможно. Если же он в чем-нибудь исполняет свою волю, то, хотя ему будет казаться, что он повинуется, однако, сам несет свое бремя, то есть, совесть его обличает. Если он в чем-то своевольничает и даже сам себя убеждает, нет, я все равно по послушанию поступаю, тут совесть его все-таки обличает. Впрочем, хорошо бы было, если бы наставник не переставал обличать его, если же он умолкнет, то не знаю уже, что и сказать об этом. Видите, к нам, как к наставникам, ну, конечно, с этим очень аккуратно нужно. Говорится, что нам надо обличать все-таки тех, кто у нас в послушании, но тут надо соразмеряться с силами человека, со своим авторитетом, который мы имеем в его глазах. Очень-очень умеренно нужно, но обличать необходимо. Помните, когда первосвященник Ильи не обличал своих сыновей, ну, он обличал на очень мягко, надо было там построже, и он, и они погибли, и он сам погиб. В простоте, повинующийся ради Господа, благополучно совершать путь свой, не навлекая на себя коварство бесов своими тонкими исследованиями. То есть, говорится, что послушник избегает многих браний, знаете, такие вот недоумения, правильно поступил или неправильно, или может так, или так, а если бы вот так, и человека без так загоняет такими помыслами, и человек теряет мир, переживает, лишнее волнуется, ну, главное, теряет время для молитвы и все силы. А тот, кто в простоте повинуется ради Господа, он благополучно совершает свой путь в тишине. И помыслы очень, знаете, такие успокоенные все по полочкам, и у человека есть возможность молиться, все силы на молитву. Прежде всего исповедуем доброму судьи нашему согрешение наедине, если же повелит, то и при всех, ибо язвы объявляемые не преуспевают на горше, но исцелеют. Ну, говорится, что прежде того, чтобы войти на послушание, к наставнику, то есть прийти в послушание к наставнику, нужно ему исповедовать, ну, скажем так, генеральную исповедь принести наедине. Тут еще, конечно, в лестнице говорится, если при каждой, при всех, но сейчас это не практикуется. В самой лестнице говорится, мы вот там будем читать дальше, что одного разбойника игумен благословил, чтобы он исповедался перед всеми, но сейчас это не практикуется, общая исповедь такая, перед всей общиной, ни в монастырях, ни в местных приходах, потому что все-таки сейчас люди не такие простые и могут осуждать потом, или как-то человек пострадает, поэтому исповедь тайно совершается. Но, по крайней мере, я помню, в монастыре у нас, когда только приходишь в монастырь, то генерально исповедуешься, причем и наместнику, и духовнику, чтобы и намест тоже знал, кого он принимает на послушание, с какими немощами, ну и какой у него потенциал, что он понесет, что он не понесет, какие у него есть такие язвы, над чем нужно работать, чтобы исцелился человек. Ну, на сегодня все, можно завершить. Субтитры сделал DimaTorzok